Всем привет, друзья! Вы смотрите канал Миша Банска. Сегодня я вам покажу одну очень классную, эксклюзивную, люксовую квартиру. Таких объектов у меня лично на канале еще не было. И мне кажется, что эта квартира понравится очень многим людям и многих людей заинтересует. Сейчас вы сами все увидите, я вам буквально два слова скажу об этой квартире. Квартира находится в комплексе Сент-Джон-Парк. Квартира двухэтажная, как пентхаус, с тремя спальнями, с тремя санузлами и с шикарным, эксклюзивным дизайнерским ремонтом. Сейчас вы сами все увидите, я вам буду показывать, рассказывать. И если будут какие-то вопросы у вас, задавайте в комментариях, мы на них ответим. Заходим в апартамент. Попадаем в гостиную комнату. Большая, просторная, светлая гостиная комната. Сейчас я вам расскажу. Здесь работал дизайнер. Это кухня. В кухне уже практически все, что необходимо, сделано. Такая модная вытяжка. Здесь, соответственно, уже заготовлены шкафы под микроволновую печь, под духовой шкаф и под посудомоечную машину. Эти все шкафчики, естественно, открываются, все рабочее. То есть, из вот этой зоны максимум использована практично и эргономично. Здесь место для обеленного стола с отличным видом. Я снимаю уже в вечернее время, уже сумерки. И сегодня не такой солнечный день, как хотелось бы. Но что, декабрь. Но, тем не менее, виды даже сейчас выглядят просто потрясающе. Я вот сейчас вот открою окошко, покажу вам. Дождь идет. И даже несмотря на такую погоду, казалось бы, нерадостную, по-моему, выглядит просто обалденно. Вид классный. Это восток. Восток, может быть, юго-восток. Надо посмотреть по компасу. Возможно, это даже уже юго-восток какой-то. И здесь есть выход на балкон. Но мы туда сейчас выйдем через спальню. Здесь камин. Хороший камин. Там вот, видите, небольшое отверстие. Туда, соответственно, будет еще доделана решетка вот такая же точная. То есть, ее там на заказ сейчас она приедет. Это греческий мрамор. Камин отделан греческим мрамором. Здесь у нас в кадре, вы видите, лестница отделана натуральным деревом. Качественно, хорошо. Для дров подставка такая. И вот здесь, по задумке дизайнера, должна быть такая конструкция. Стена, соответственно, да? Или, может быть, кто-то назовет это встроенным шкафом. Но это как стена. С этой стороны должна быть дверь, которая открывает шкаф. Как прихожая. То есть, там вешалки для одежды. Здесь должен быть встроенный холодильник. И здесь еще одна дверка должна быть. Там будет стиральная машина. Или винный холодильник. Или кофемашина. То есть, это по задумке дизайнера. Вы можете с вами реализовать это так, как считаете им нужным. Если нужно, вам здесь помогут люди с реализацией. И здесь мы видим санузел. Первый. Всего их, я напомню, три. Здесь будет ручка. Это как бы пока просто не доделали. Такая откатная дверь. Не буду сейчас пока откатывать. Здесь все в санузлах. Вообще, все сделано очень дорого и качественно. Сейчас я вам покажу. Во-первых, сантехника. Все вот эти смесители, вещи. Максимально все сделано аккуратно, качественно. Встроено. Шкафчики. Массажный душ. С разными там насадками. На любой вкус и цвет. Чтобы вас промассировала хорошо водичка. И это, друзья, натуральный мрамор. Это не плитка под мрамор. Это натуральный греческий мрамор. Толщиной почти там 2 сантиметра. Или даже больше. Не знаю. Он очень толстый. Вот такой туалет. Это первый санузел. Дальше мы идем в спальню. Первая спальня. С балконом. И с двумя нишами. Под места для хранения. Или под бюро. Под стол. То есть здесь поместится и двуспальная кровать большая. При желании даже, я думаю, 180 сантиметров, наверное, шириной поместится. Здесь можно сделать встроенную нишу, как гардеробную. Она глубокая. Сами видите, да. И здесь вот еще одна ниша. Либо тоже шкаф, либо столик. Там балкон. Сейчас идет дождь. Я туда выходить не буду. Я вам, в принципе, вид показал. Балкон большой. Спокойно встают там два нормальных стула. Стол. И вот это черное. Это обогреватель. Такой дорогой. Видите? Красивый обогреватель. Выглядит как панель. Какая-то плитка. То есть его тоже продавец оставляет. Он остается здесь в апартаменте. И в этой комнате уже есть кондиционеры. Идем дальше. Пойдемте на второй этаж. Там на самом деле самое интересное нас ждет. Квартиры вообще эксклюзивные. Я, не знаю, я, наверное, не бывал в подобных квартирах. Нет, хотя, может, бывал, но... Я их знаю, две-три таких только в банском. Опять же, все здесь максимально качественно сделано. Мы заходим вот в эту комнату. Это детская. Предполагается так. То есть, конечно, вы можете ее по-другому. Как кабинет, как спальню реализовать. По задумке, это детская. То есть здесь предполагается детский столик какой-то, да. Кроватку детскую можно или здесь разместить, или вот в этой нише. Потому что здесь повыше. Место побольше. Окна. И свой отдельный санузел. Причем тоже сделано очень круто. Посмотрите. Много ли вы таких санузлов ванска видели? Это все натуральный мрамор. То есть, еще раз повторюсь, мрамор натуральный. Вот такая огромная ванная. Здесь есть все, что необходимо. Даже биде. И вот такие встроенные шкафчики. Три штуки. И, кстати, огромное зеркало. Можете на меня флюбоваться в красных тапках. Вот зеркало в полный рост. Идем дальше. Дальше эта комната, это просто весь центр этой квартиры. Апогей. Это вот такая огромная спальня. Спальня для полного релакса и погружения, что называется. Сейчас сначала вид из окна. Давайте посмотрим. Все три двери вот эти, они открываются. Я вот открою, еще раз вам вид покажу. Вид на горы, на лес. Здесь, в этом вот месте, в этой местности, в верхней части Банска, чистейший воздух. Летом вообще он прям вкусный. Зимой, когда Банска весь топится, здесь наиболее чистый воздух, потому что это верхняя часть Банска. Вот видите, там дымок есть, но это и буквально здесь топятся люди дровами, да. Соответственно, в нижней части Банска история с отоплением немножко другая. Там, во-первых, более плотная застройка, топится гораздо больше. Соответственно, там дымом пахнет зимой сильнее. Здесь практически нету. Здесь даже зимой чистый воздух в этой части города. Этим это место и прекрасно, на самом деле. Посмотрим с этой, с этого ракурса. Вот такая вот штука здесь есть. Джакузи. Причем, помимо всех вот этих гидромассажных историй, да, и водопада вот этого, здесь музыка включается. То есть, это какая-то вообще аквадискотека, знаете, прокачанная вещь. Я в них не очень разбираюсь, но знаю, что это очень круто. И вот, посмотрите, задумано вот так. Сидите в джакузи с шикарным видом из окна в любое время года. Кровать. Вот так реализована, с подсветочкой сзади. Здесь просто гардеробные, вот эти площади огромные. Кто мечтал о гардеробных, там, ребята, как здесь это все круто реализовано. Причем это, насколько я вижу, это натуральный шпон, то есть отделан таким натуральным шпоном, лакированным. Не бумага какая-то проклеена. Вот так вот. Сейчас еще раз пройду здесь насквозь, чтобы вы посмотрели, сколько здесь всяких вещей. Здесь все сделано для жизни, для максимально комфортной и для людей, у которых есть вкус. И я бы сказал, претенциозность. Сейчас еще покажу кое-что. Смотрите, здесь такая маленькая помещенница для хранения разных вещичек, красок и прочего, стремянок всяких, то есть кладовка. Она, кстати, там огромная. Сейчас я вот так загляну камерой туда. Нена, видно, не видно. Сейчас свет включу. Нет, а метра три, наверное. Вот этот вот помещенец. То есть там можно хранить, я не знаю, даже каяк при желании, наверное. А, вот тут свет. Там есть свет. Сейчас еще раз сниму, чтобы вы сами убедились. Вот так вот. И, как вы можете увидеть уже, здесь есть сауна. Сейчас мы туда зайдем. Давайте сначала зайдем в санузел, который точно так же со стеклянными дверями. И вообще, посмотрите, как сделано. Вот так вот дорого, богато все реализовано. Опять натуральный мрамор. Толщина какая. Две раковины. Все возможные виды подсветок, которые включаются, отключаются, регулируются. Подсветка снизу, подсветка зеркала, точечное освещение. Очень просторный туалет, очень просторный санузел. Хорошая, дорогая сантехника. И вот. Ну, тут вот здесь две ниши для хранения еще. Это вот как раз всевозможные переключения света в санузлах. Подключение всяких по отдельности вещей. В общем, много всего. Ниши две для хранения. И вот это сауна и еще, соответственно, душ. Сауна душевой. Сауна, кстати, большая. Ну, я имею в виду для семейного пользования, она прям большая. Сейчас я так посереду, видите, две скамейки. В некоторых отелях такие сауны по размеру. Так, посидели, идем дальше. Общая площадь квартиры 168 метров. Цена квартиры 175 тысяч евро. Если у вас есть вопросы по этой квартире, можете писать в комментариях, писать сразу на почту, там, в какие-то личные сообщения, в Телеграм. Я вас свяжу напрямую с собственниками, с владельцами этой квартиры, с продавцами. И вы им все зададите, все вопросы. Все у них узнаете. Они вам все расскажут, покажут. Кстати, видите, я не знаю, это видно на камере или нет, что здесь вот так вот зеркальные плитки все отделаны. И даже вот часть потолка тоже. Здесь, здесь. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Ну что, друзья, я думаю, вам эта квартира понравилась. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Если у вас есть реальный интерес по покупке этой квартиры, пишите, я вас свяжу с собственниками, с продавцами. И вы с ними обо всем договоритесь. До новых встреч на канале. Субтитры подогнал «Симон»